всем привет в общем была задача сделать скрытую лестницу в полу соорудил такого рода механизм нажимаем прячется открыли посмаковать хочу немного результаты все активные блоки сделал фиолетовым бетоном остальное дерево и стекло в общем начну с кнопок выводка на кнопки это не обязательно это просто сигнальный провод вся система начинается здесь с логических ворот как не флиппи флоп называющийся систему это уже показывал приходит сигнал она переключается и меняет состояние работает от кнопки поэтому вполне себе доступная система правда шумная провод вот так вот стоит подводить так как если просто сверху подвести он может и не сработать ну срабатывать я обычно подвожу вот с такой вот ступенькой следующие элементы так включить ключ элемент это вот двойной двойной выжим два поршня сработанные для выдвижения одного блока здесь хоть и два поршня но нужно три вывода поэтому пример вот такой порядок отключения включение отключения что 123 2 должен сработать третьим поэтому вот здесь такой вывод то есть как они включаются это неважно абсолютно вот в этой схеме пошли всего лишь два поршня и не нужно какие-то дальние включения но при отключении нам нужно чтобы этот поршень сработал он срабатывает потому что отключу все это дело мы все вы когда мы складываем мы убираем потом мы отключаем белый поршень но чтобы последний убралась нам нужно отсюда брать сигнал сейчас опять все включим включились и сигнал есть отключаем поршень 1 отключаем после 5 лет включаем пошли пример системы понятен ты это тот же вариант но для вертикальной здесь уже небольшой наворот виде наблюдателя который следит вот за сигналом вот с этого контакта ну с этого блока наблюдатель это такое устройство которое следит за обновлением блока то есть появление и убирание изменение состояние состояния редстоуна это такое же обновление и он издает импульсный сигнал проблема только в том что при включении отключением срабатывает то есть получается два импульсных сигнала на два состояния вот например сюда вот сигнал приходит активируется верхний блок потом сигнал идет сюда отсюда проходит по низу и активируется нижний блок и третьим последним активируется так как здесь напрямую вот тут так вот контакт подвести нельзя потому что тем самым мы будем активировать и верхний и средний блок ну к тому же место здесь задействована вот такая система чтобы не создавать там дополнительное место посуд этап далее возвращаемся к основной системе от флиппи флопа переключающие ячейки у нас идет два провода два провода с блокировками откуда блокировки я покажу блокировки они как бы перекрестно блокируют две стороны системы то есть если включена одна сторона другая сторона не включится пока то не отключится но по порядку здесь будет сейчас сложно и непонятно много в общем расскажу по убирающей ступеньке так надо переключить состояние вот они три убирающей ступеньки сейчас я их специально отмечу другим блоком даю забыл что у него так настроена вот они три включение происходит вот здесь система там тоже только здесь и зеркальное и отражение сигнал приходит на эту систему вот сюда и включает ее последний она включается после потому что сверху вот есть еще вот такой вот механизм и он включается вот этим выводом который совместно используется двумя частями механизма одновременно и теперь я отвлекусь от самой той системы вот сюда используется там вот в одной части и в другой мех вот такая вот штука здесь как бы у нас два пошли здесь нужно два сигнала и не три поэтому при включении и отключении то есть при включении у нас неважно в каком порядке она включается главное чтобы она просто включилась поэтому два блока активации то есть мы когда активируем вот здесь здесь уже сигнал есть и второй выдвигается когда мы отключаем первым сигнал пропадает здесь и тем самым убираются поршни и после убираются вот эти поршни чем убирается весь этот блок обратно вот он он здесь и применим так так немного поломаю нажимаю кнопку вот он вот так сложен складывается главное чтобы системы не пикать не соприкасались поэтому здесь такие обводы так далее сигнал сюда приходит вот посюда вот с этого элемента он разделяется вот здесь вот задержка как сказано чтобы вот это успело убраться нам должно быть то есть чтобы это ну как бы выдвинулась позже хотя она принципиально не должна мешать друг другу но это я так сделал чтобы после того как вот это уже уберется отсюда сигнал идет вот сюда на блокировку и она также включается последний чтобы сигнал когда при переключении он уходил уже потому что вот у этой штуки есть один одна особенность сигнал который пришел надо пожалуй сделать вот так она блокирует сигнал повторителем так мы его не пропустим но если нет сигнала и здесь включилась мы заблокируем присутствие сигнала поэтому важно чтобы сигнал ушел поэтому здесь также сделаны обводы именно с концов а не какие-то элементы задержек или всякого такого то есть только когда весь механизм отработает у нас включается к тому же вот этот используется двумя элементами то есть если вот этот у нас не уберется у нас сейчас механизм частично сломается здесь не хочется чтобы ломалась здесь придется ставить обсидиан но от этого механизму станет не легче он не будет отрабатывать в полной мере надеюсь я вас еще не запутал дальше мы переходим к второй части механизма вот именно к подъему вот эти вот блоки это как бы показательный элемент куда они убираются нажимаем часть гасится и зажигается только тогда уже чтобы вот это вот зажглась соответственно при переключении у нас вот эта вот часть на блокировку уходит переключаем блокировка снимается сигнал я взял вот отсюда хотя принципиально его можно взять и отсюда но здесь сигнал дважды инвентирован то есть здесь инверсия идет вот поэтому по факелам то есть нам чтобы на мане система работала нужно еще здесь факел то есть чтобы сигнал был соответственно этот и тот нужно чтобы она бралась отсюда иначе придется просто здесь ставят еще один факел или избавиться от повторителя поставить где-то на пути ну вот так вот переходим второй блокировки то есть когда она уже сработала поршни сложились то есть и вот этот сложился и вот этот сигнал приходит вот сюда здесь здесь один блок то есть вот сам по себе вот эта штука она создает задержку то есть задерж с в один тик и только после этого сигнал проходит и активирует уже вот эту систему и также активирует ту но здесь у нас факел это тоже задержка и здесь и здесь то есть у нас здесь 1 2 3 задержка в 3 тика в целых 3 тика чтобы и она при том что она обрабатывается мгновенно поэтому прошу заметить элементы задержки сигнал не должен перекрещиваться или что-то такое вот здесь вот попробуем сломать что-нибудь вот например вот этот я так думаю она не не имеет необходимости до ними не нужно да можно избавиться мы сюда приходим здесь у нас усилитель сигнала поэтому это не критично сигнал не теряется отсюда на два элемента вот этот кстати повторитель важен он пропускает в одну сторону сигнал чтобы вот сюда сигнал не ушел а этот сам повторитель он как бы тоже можно но не нужно потому что у нас есть порядок я уже здесь показывал нужен порядок чтобы вот этот актив дезактивировать 2 у нас и так здесь задержка в 2 тика еще раз по щелкаю я люблю смаковать как работает системы есть вот эти вот три блока 1 2 3 3 убирается вот сюда вот он ну и заключение еще хочу сказать принципы которые я решил являются немного устаревшими то есть из наворот а здесь вот только вот имеющийся вот здесь вот наблюдатель из нововведений все остальное устаревшая поэтому все это можно решить лучше но я не буду это делать кому надо тут ищет такие вот дела при желание можно еще две закрывающиеся сделать но я уже оставлю кстати по поводу кнопок не сказал у нас здесь есть переключающийся элемент сигнал когда он изменяет сигнал сигнал возвращается на кнопку и запитывает через бок чтобы сигнал не уходил нам нужен запитать не саму лампочку соседей на ней с ней блок тогда она будет вполне синхронно здесь чтобы так как я сигнал за отсюда взять другое состояние я взял вот отсюда как бы из в одном оси из этого вывода вот сюда и заранее инвентировал из-за этого получается задержка что у нас когда зажигается она зажигается за делу лампочка зажигается задержкой потому что сигнал надо брать не оттуда а вот отсюда что кстати можно изменить это конечно уменьшит компактность но если очень хочется обязательно получится 17 минут моего рассказа вопросы снизу если если будут вопросы буду перезаписывать видео с более обстоятельным разбором если это нужно всем спасибо всем пока